Почему у Леонардо да Винчи никогда не было фамилии? У него 15 работ, и он является гениальным художником. Почему же он писал наоборот, и какие тайны он скрывал? Всем привет! Меня зовут Вика Близ. И это новая рубрика на моем канале, где я буду рассказывать интересные факты об уникальных людях. И я решила посвятить этот выпуск Леонардо да Винчи, потому что он заслуживает, чтобы о нем говорили. Первый факт. У Леонардо не было фамилии. Его полное имя Леонардо, сын Пьеро из Винчи. То есть да Винчи означает в буквальном смысле из Винчи. Так назывался городок под Флоренцией, где находится рядом деревня Анкиана, где он и родился. Второй факт. Леонардо да Винчи был незаконорожденным ребенком. Его отец был богатый нотариус Пьеро из Винчи, а мать бедной крестьянкой по имени Катерина. Из-за того, что она была низкого происхождения, тогда по стальным нормам они не могли заключить брачный союз. Но вскоре после рождения Леонардо, его отец выдал удачно замуж его мать за ремесленником. Он был гончаром. Леонардо до трех лет жил с матерью, но поскольку брак его отца оказался бездетным, поэтому он забрал его к себе и в дальнейшем он рос в поместье отца. Кстати, его отец был четыре раза женат, у него было 12 детей, только это было после того, как он забрал Леонардо к себе. Между прочим, в итальянских семьях в эпоху Ренессанса было обыденностью воспитывать небрачных детей вместе с законорожденными, поэтому его никто не обделял и не обижал. Третий факт. Как и многие дети из знатных семей, он получил хорошее домашнее образование. В него входило умение читать, писать, основы математики, а также изучение латыни, но все же он говорил о том, что он плохо знает языки, и поэтому он писал в основном на итальянском, когда он писал какие-то свои труды, а не на латыни. После домашнего обучения он никуда не поступил в подростковом возрасте, но отец разглядел его художественный талант и поэтому отдал его в мастерскую к Верокью под мастерьем-художнику. Верокью замечал, что Леонардо очень талантлив и даже доверил ему написать ангела на своей картине «Крещение Христа». Ангел находится с левой стороны, и второго ангела написал сам Верокью, и после этого он не стал писать картины, потому что он считал, что его ученик его превзошел. Представляете? Самое забавное, что у Леонардо да Винчи не было официального образования. Все его знания были получены через опыт, и это доказывает, что необязательно иметь пять высших образований, чтобы чего-то добиться. Четвертый факт. Леонардо да Винчи был амбидекстером. То есть он владел одинаково левой и правой рукой, а писал он левой. И он вел свой дневник не как обычные люди, он писал справа налево, то есть в зеркальном отображении. Есть несколько теорий, почему он так делал. Первая теория конспирологическая. Он шифровал свои записи. Вторая теория. Он был левшой. Поэтому он писал справа налево, чтобы не размазать уголь и чернила, и чтобы все записи оставались аккуратными, а также чтобы не испортить бумагу, потому что она тогда была дорогой. Либо ему так просто было удобнее. Левши чаще всего способна читать справа налево. И возможно, что у него была такая суперспособность. Чтобы прочитать его записи в дневнике, достаточно поднести зеркало, либо сфотографировать и отразить по вертикали. И да, когда ему было нужно написать письмо, и он хотел, чтобы его поняли, он писал слева направо, как в основном пишем все мы. Пятый факт. Несмотря на то, что Леонардо да Винчи мог владеть обеими руками, у него был серьезный недуг, дислексия. То есть нарушение способности читать. По-другому словесная слепота. Наверное, поэтому он воспринимал информацию в основном через опыты. Ему проще было запомнить информацию через картинки, образы, ассоциации, нежели через чтение, потому что оно дается им очень трудно. Шестой факт. Леонардо да Винчи был вегетарианцем, то есть он не ел мяса. Есть несколько доказательств этому из записей и писем. Вот, например, Андреа Карсали писал письмо Джулиану Медичи. Андреа Карсали был исследователем. И сейчас я вам процитирую. Они не питаются ничем, что содержит кровь, и не позволяют себе вредить никому живому, как наш Леонардо да Винчи. Живут они рисом, молоком и другой неживой пищей. И есть другие доказательства, что Леонардо да Винчи не ел мяса. Седьмой факт. Как истинный эстет, Леонардо да Винчи любил красиво одеваться и тратил на это немало денег. И, судя по его спискам, он предпочитал вещи в розовых тонах. Вот я вам сейчас прочиту один из его списков. Мантия из тавты, розовая каталонская мантия, пурпурная накидка с шелковым капюшоном, пурпурный атласный плащ, багряная накидка из верблюжьей шерсти, темно-бордовые чулки, чулки из цвета пыльной розы, черные чулки и две розовые шляпы. Все вещи в основном в таких красно-розовых тонах. Видимо, он действительно обожал эту цветовую гамму. А также из одних источников говорится о том, что Леонардо да Винчи носил накидки до колен. Тогда это было не принято, потому что все носили в основном одежду в пол, а Леонардо да Винчи выделялся. Также не особо-то было принято носить вещи в ярких цветах. Леонардо мало того, что носил короткие вещи, так он еще носил и яркие. Максимально был ярким человеком. Знаете, мне иногда кажется, что я очень похожа на Леонардо да Винчи, потому что я тоже люблю розовый цвет, у меня математический склад ума, хорошо получается красиво рисовать без усилий, а также я тоже не ем мясо. Ну, сейчас я его ем мало, но в детстве я не ела мясо, потому что мне было жалко животных, и когда мне родители клали пельмешки, я просто выковыривала мяско, выкидывала его в сторону и съедала только тесто. Может быть, я его дальняя родственница? Восьмой факт. Прежде чем приступать к написанию картины, Леонардо всегда изучал предмет, который будет писать. И для того, чтобы максимально точно изобразить человека на картине, он стал изучать анатомию. То есть строение человеческого тела. Для этого он стал расчленять трупы умерших людей, делая с них зарисовки, описывая, чтобы понять расположение и строение мышц человека, а также костей. И благодаря этому он первый, кто смог точно описать формы и пропорции человеческих частей тела. И также он изучал строение мышц и суставов в тесной связи, чтобы понять, как двигается человеческое тело и животных, чтобы это максимально точно изображать на картинах. Он был первым, кто начал изучать анатомию движения. Есть некоторые расхождения в информации. Например, есть одна теория, что церковь запрещала вскрывать тела умерших. Поэтому Леонардо да Винчи занимался этим ночью, пока никто не видел. И вторая теория, что церковь была совершенно не против, поэтому он свободно мог этим заниматься, поэтому он ездил по госпиталям, и там проводил все эти вскрытия и изучал строение человека. Леонардо да Винчи составил описание многих внутренних органов. Он первым определил, что сердце является четырехкамерным. Точно нарисовал, как выглядит позвоночник и сочетал количество позвонков. А также он полностью изучил мышечную систему человека и очень подробно нарисовал, как развивается плод в утробе матери. Просто представляете, какой это был прорыв тогда в средневековье? Про его анатомические рисунки никто не знал. Они впервые были опубликованы в 19 веке. И это был огромный вклад в развитие анатомии. Просто представляете, что было бы, если бы они были опубликованы, когда Леонардо да Винчи был еще жив? Какой бы у нас была медицина? Возможно, его бы привлекли, потому что, не знаю, как бы на это церковь отреагировала. Вероятно, он просто хотел опубликовать, но не успел. Он умер в 67 лет. Все его анатомические зарисовки принадлежат британской королевской коллекции. Был итальянцем, а принадлежит все англичанам. Девятый факт. Леонардо да Винчи был не только анатомом, художником. Он был еще писателем, музыкантом и изобретателем. После себя он оставил очень много чертежей самолетов, танков, бомб. Еще он первым изобрел водолазный костюм. Он первым создал механического робота, которого продемонстрировал публике. Вообще, он создал очень много прототипов того, чем мы сейчас пользуемся в нынешнее время. Он в основном все рисовал, описывал, строил какие-то теории. Но при этом у него не было, по-моему, возможности это все создавать. Либо у него не было на это время, потому что он занимался много чем другим. И в основном это все было на картинках, в его личных дневниках, а также в научных тетрадях. И в итоге, благодаря ему, люди много что создали. Десятый факт. Он первым установил, что луна не светится, а отражает солнечный свет, и описал, почему небо голубое. Иногда складывается впечатление, что он жил не одну жизнь в 67 лет, а прожил целых 5 жизней. Просто я не понимаю, откуда у него было столько времени, чтобы это все открыть. Складывается впечатление, что он почти не спал и постоянно работал. Одиннадцатый факт. Считается, что сохранилось 15 картин Леонардо да Винчи, помимо фресок и рисунков. И вы знали, что он оставлял скрытый шифр на своих картинах. Поэтому есть вероятность того, что когда-то найдется еще одна его картина, и она будет стоить баснословных денег, потому что была и затерянность, прибавит ей огромную стоимость. Двенадцатый факт. Складывается впечатление, что Леонардо да Винчи почти не спал и постоянно чем-то занимался. Вы знали, что он очень много своих работ не заканчивал, затягивал и срывал сроки. При этом он заключал дорогие контракты и потом выплачивал компенсацию. Тринадцатый факт. А вы знали, что Лестерский кодекс приобрел Билл Гейтс, и он является самым дорогим дневником на планете? Это личный дневник Леонардо да Винчи, где он записывал свои соображения, а также рассуждения на тему того, почему Луну мы видим ночью, как и куда текут реки. А также он делал чертежи и зарисовки в этом дневнике. И там все также записано в зеркальном отображении справа налево. И представляете, в этом дневнике он напоминает себе сделать стекло, чтобы поближе разглядеть Луну. И это за сто лет до изобретения телескопа. Четырнадцатый факт. Самой дорогой картиной в мире является картина Леонардо да Винчи. И как вы думаете, какая из них самая дорогая? Монолиза или же Спаситель мира? Я даю вам три секунды, чтобы вы написали в комментариях. Раз, два, три. На вашем месте я бы тоже написала, что это Монолиза. На самом деле это Спаситель мира. А все по той причине, что это единственная картина Леонардо да Винчи, которая выставлялась на продажу и участвовала в аукционе. Все остальные картины принадлежат музеям, и они не продаются. Если бы Монолизу выставили на продажу, она бы стоила в четыре раза дороже Спасителя мира. И самое интересное, что история у этой картины, у Спасителя мира, очень интересная и многогранная. Ее очень много раз теряли, потом снова находили, снова теряли, снова находили, и в какой-то момент считали, что она вообще до конца утеряна. И в 20 веке эту картину кто-то купил за 45 евро. Представляете, за какие смешные деньги? Потому что не знали, что она является оригиналом. Вот такой интересный факт. Я бы сама не продала ни за какие деньги этот шедевр. Потом она потерялась снова на полвека, никто не знал, что она еще сохранилась. Все думали, что эта картина полностью утеряна, и в 2005 году ее снова нашли. Все думали, что она сделана под да Винчи. То есть она является просто копией, а не оригиналом. Шесть лет ее исследовали, и потом все-таки доказали, что она является подлинником. Это настоящая картина Леонардо да Винчи. После этого ее приобрел какой-то арт-дилер, потом она принадлежала российскому миллиардеру, и в данный момент она сейчас принадлежит принцу Саудовской Аравии. Пятнадцатый факт. У Леонардо да Винчи был ученик по прозвищу Салая. Это было не его имя, это просто его так Леонардо да Винчи ласково называл, что в переводе значило маленький дьяволенок, маленький демон. Все потому, что у него был не очень хороший характер, такой скверный, и он был воровитым. Да, он воровал у Леонардо, и я не знаю, как он его терпел, но он с ним провел 25 лет, он пришел к нему обучаться, когда ему было 10 лет, и почти что до конца жизни Леонардо они были вместе. Помимо того, что Салая был учеником, он был еще и натурщиком Леонардо для картин Иоанн Креститель, Вакха и Ангел во плоти. Скорее всего, Ангел во плоти была вначале с зарисовкой для картины Иоанн Креститель, потому что они очень похожи, там просто немножечко другие позы и поднята другая рука. И меня до сих пор интересует, почему в зарисовке Ангел во плоти он там изображен с эрегированным органом. Это немного странновато. Были еще теории, что Салай был моделью для картины Мона Лиза. А все потому, что наблюдается схожесть в чертах лица в картине Иоанн Креститель и картины Мона Лиза. Особенно уголки губ и точечки возле носа. Можно строить миллион теорий, но правду мы никогда не узнаем, потому что Леонардо да Винчи больше нет. Мы можем только догадываться. Если верить конспирологическим теориям, то из Мона Лиза можно собрать Мон Салая, если перебрать все эти буквы. И ни одной лишней буквы не остается. Также есть теория, что Мона Лиза это собирательный образ двух людей. Автор первой биографии Леонардо да Винчи пишет, что Франческо Джекондо пришел и заказал портрет у Леонардо да Винчи своей третьей жены. Джекондо это была фамилия. Именно поэтому картина называется Мона Лиза Джекондо. И да, Леонардо не отдал эту картину. Он оставил ее себе. Самое забавное, что после смерти Леонардо да Винчи эту картину унаследовал Салая. Такой интересный факт. Пишите в комментариях, про кого мне снять еще интересные факты, про какого уникального человека, гения мира. Мне будет любопытно почитать. И я надеюсь на то, что это видео вам понравилось. И вы меня поддержите лайком, подписочкой на канал, если не подписаны. Но с вами была Вика Близ. Всем пока-пока. Я вас всех люблю. Субтитры сделал DimaTorzok